Перебежать не там, где положено, зато сэкономить время. Ежедневно так пересекает проезжую часть тысячи челнинцев. При этом мало кто из них задумывается, что эта перебежка может стать последней. Сегодня сотрудники отделения пропаганды ГИБДД посетили гимназию номер 2, чтобы напомнить юным челнинцам о правилах безопасности. Ну а наша съемочная группа еще до начала уроков отправилась на расположенную неподалеку от учебного заведения перекресток. В то время как жители некоторых комплексов не могут выпросить и одну оборудованную зебру, в 36-м имеется сразу несколько. Вот только пользоваться ими не спешат. Наверное, это от того, что мечта пешехода окрасить в полоски всю дорогу. Но такое возможно разве что в мультфильмах либо фантазиях некоторых челнинцев. Впрочем, чем может закончиться такая игра, знают все. Но почему-то считают, что беда бывает только в кино и у соседей. Разворот у второй гимназии – излюбленное место любителей бега с препятствиями. Их не пугает ни транспорт, ни грязь после дождя. А ведь до зебры меньше 100 метров. Почему до зебры не доходите? А так долго переходите. А так быстрее получается? Да. А если потом в машине? Ну, мы ждем, пока проедут, пусто останется. Но некоторые юные челнинцы своим примером показывают, что без особых задержек перейти через дорогу можно по пешеходному переходу. Конечно, стопроцентной гарантии безопасности он не дает. Но вероятность происшествия снижает многократно. Так, из 46 ДТП с детьми-пешеходами в этом году 38 произошли в неустановленных для перехода дороги местах. Нет. Нельзя перебегать? Нет. А где надо приходить? Покажите, пожалуйста. По зебре. А почему? Там стоит знак по этой, по зебре ходить можно. А, любая-то, а самый безопасный переход где? По зебре переход. Совершенно верно. В гимназии номер два правила дорожного движения регулярно рассказывают учителя. Сегодня о безопасности напомнили и сотрудники ГИБДД. Школьники, в свою очередь, поделились, как и где переходят дорогу. У меня на пути три светофора, и я всегда на зеленую только иду. У нас одного мальчика нарушение было. После этого уж мы начали каждый один раз в неделю проводить занятия по правилам дорожного движения. Нашлись и такие ученики, которые признались, что их родители тоже, бывает, нарушают правила. И дорогу на красный свет переходят, и детей без специального кресла возят. Возможно, пример старших стал причиной такого количества ДТП с участием детей. 74 ребенка, больше двух школьных классов пострадало с начала этого года. Но сегодня по-прежнему время ценится больше жизни. Пока я дойду до вебра, до туда, я в школу и опознаю на урок. А почему раньше не выходишь из дома? Ну, я пока поем, уже будет поздно. А вот один юный челнинец на урок теперь уже никогда не успеет. Его жизнь забрала дорога. И в этом году это единственный случай. Пока единственный. Взрослые теперь разбираются, кто прав, кто виноват. Но ведь ребенка это уже не вернет. А уберечь остальных еще можно. Катерина Карцева, Андрей Баслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.